Кстати, в Рио выходили в белых шортах, в Куэбе. Какой дресс-код? А у меня нет никакого дресс-кода. Если только на матч сборной официальную надеть и поддержать тем самым самую команду. Но белые шорты, это просто так сложилось. Я даже не подозревал задней мысли, не держал, что Остап Бендер хотел здесь пройти в белых штанах. У меня он короче. Вы будете комментировать российские шортбалки? Да, конечно. У меня эта компания «Агидас» как раз многим журналистам перед чемпионатом мира сделала такой подарок с названием, что угодно можно было написать на спине, вот у меня, если... А, все правильно, наверное. А в чем 22? Ну, я заканчивал карьеру в Вамкаре по 22 номерам. Так что это много мне, как сказать, стал близок, поэтому и заказал по 22. Как вам город, особенно после Рио? То есть, что это, какие впечатления, на что похоже? Это уже третий город, который я посещаю в Бразилии. После Рио был Манаус, суровый, с его тропическим климатом и сумасшедшей влажностью. Здесь мне нравится больше, чем, например, в Манаусе. Но Рио – это большой такой город-мегаполис, где куча развлечений, где есть чем себя занять. Там, помимо похода на пляж и попробовать искупаться в океане, пусть, как сказал коллег черданцев, упражняются многие в этот океан, но... Как-то эту мысль стараешься от себя гнать подальше. В Рио действительно есть чем заняться. В Манаусе я практически ничего не видел, потому что ни к реализации не выходил. Ну, только так. В радиусе, может быть, метр 50-100 от гостиницы отходил. А вот Куябе или Куебе, как их здесь называют, гулял, посмотрел. Очень симпатичный, такой типичный, мне кажется, бразильский город с не очень высокими зданиями, с огромным количеством молотков, палаток, идет бойкая торговля. И везде, в каждом буквальном месте, отыгрывается какая-то патриотичная тема. Везде можно встретить обязательно бразильскую футболу. Город и вообще страна, мне кажется, здесь помешана на футболе, вот на желто-зеленых цветах. И меня, честно говоря, вот это немножечко удивляет и даже поражает. Он сказал, кстати, что это похоже на Махачкало. Я не могу сказать, что это похоже на Махачкало или на Дагестан, но... Конечно, это не самый презентабельный город, да, Куябе. Когда, особенно, едешь из аэропорта в гостиницу, смотришь вот эти такие обшарпанные, не очень красивые, не очень яркие здания и думаешь, елки, куда ты попал, это точно где-то, может быть, на Урале. Здесь вообще точно чемпионат мира или нет. Но потом уже, въезжая в город, когда появляется символика, трекулочка, связанная с чемпионатом мира, ты вроде уже этой темой, этим воздухом пропитываешься и понимаешь, что действительно ты находишься в городе, который принимает Мундиаль. А вы на арене были уже? Да, вчера с утра съездил. Я хотел взять билеты, которые на комментаторскую позицию. Вот на комментаторскую позицию обязательно просто так по аккредитации не пройти. Ну, собственно, как и на... Такая аккредитация. Да. И выдаются в таком ТВ-компаунде специальные билеты. Вот это у меня билет, оставшийся с матча Англии и Италии. Угу. Это у меня такая была теперь коллекция. Да, коллекция. Все-таки это, по-моему, первые матчи на чемпионате мира. Я специально себе оставил. Плюс выдаются там обзорверы для журналистов. Вот те, кто задействованы, тоже аккредитованы, но не комментируют матч. Вот вчера съездил, хотел забрать, но так как корреспондент Первого канала приехал чуть позже на тренировку сборной, поэтому я билеты оставил ему, чтобы он это сделал. Зашел на арену, посмотрел, меня пропустили, слава богу, все, никаких проблем. Не разрешили, правда, выходить на газон, но я так с российской непосредственностью вроде бы ничего не понимая, сказал да, 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 окей, но на самом деле подошел к Коле, потрогал, все, походил немножечко по нему, конечно, сразу же, служба правопорядка, да, мне go out, go out, окей, окей, все нормально. Посмотрел Коля, действительно очень хороший, походил по трибуну, посмотрел, как выглядят комментаторские позиции. В общем, так провел разведку. Можно ли сказать, что этот матч будет главной комментаторской жизни, потому что это чемпионат мира, это сборная России, первый канал? Ну, это, можно сказать, второй мой день рождения, потому что были хорошие матчи, был финал Лиги Чемпионов, Лиги Европы, Суперкубок, был матч сборной в Белсости, но все-таки чемпионат мира это совсем другая категория, это совсем другое ожидание, это совсем другие эмоции, наверное, другое волнение. Поэтому, действительно, сегодня очень важный день не только для страны, для нашей сборной, которая после 12-летнего перерыва снова сыграет на чемпионате мира, но и, в частности, для меня, для моего коллеги Георгия Чернанцева, я думаю, тоже. А вот есть, опять же, ритуал, да, у подготовки игрока к матчу. Вы знаете, да, какой ритуал, комментатор подготовки к матчу, к такому важному, особенно, перед игрой? Здесь главное, чтобы не было синдрома переподготовки, потому что, по большому счету, если быть откровенным, сборная Кореи и Южная Корея не интересует никого. Вся аудитория, которая сегодня соберется у телекранов, она будет все переживать, она будет на одной волне вместе со сборной России, и кто там напротив, это будет Южная Корея или Алжир, по большому счету, неважно. Можно засыпать зрителей информацией, что произошло со сборной Кореи в последнее время, кто такой Конмен Бо, главный трейер команды, какие изменения в составе Южной Кореи произошли, как они прошли отборочный цикл. Это такая общая информация, которую, в принципе, вкрапить и интегрировать ее в репортаж можно, но она не системно должна быть. То есть нельзя этой информацией, мне кажется, зрителя засыпать. В первую очередь, конечно, обращать внимание на сборную России, что происходит с ней, какие изменения сделал Фабио Капелло, почему выбор пал на этого игрока, почему не на другого, и какие-то, может быть, тактические нюансы, ну и, конечно, эмоции. По большому счету, к такому матчу какая-то сверхподготовка не нужна. Да, игроков в сборной России всем прекрасно знаем. И просто надо заставить зрителя, даже не заставить, а постараться сделать так, чтобы ты с ним был на одной волне и зритель был вместе с тобой. Ну, перебором быть. Там, может быть, подготовка, как, я не знаю, там рассказывают, что Шаляпин перед концертом пил сырые яйца, не знаю, что-то в этом роде. Ну, вот так съесть мороженое, связки сялое, что делать, например? Ограничить надо себя в чем-то передать. Знаете, я такими мыслями голову себе не забиваю. Абсолютно. Сырые яйца я сегодня на завтрак не ел. Не ел... Я сегодня съел омлет и сосиску на завтрак. И выпил это, и все заполировал это свежевыжатым апельсиновым соком. Вот это подготовка к матчам. Скажу, что то же самое я ел перед игрой Англии и Италии. Сложно эти корейские фамилии учить? Это ж с ума садишь. Ну, их учить не надо. Фабио Капелло сказал, что он не знает всех. По номерам, в принципе, я думаю, что и нам с Георгием тоже их особо заучивать не стоит. Состав зачитаем. А дальше уже по номерам будем разбираться. Но есть ребята, которые на слуху, да, из Байера, из Аугсбурга. Из немецкого чемпионата. Да, из немецкого чемпионата. Вратарь, который уже давно играет за южно-корейскую сборную. Ну, по большому счету, здесь опять-таки приоритет. Конечно, акцент должен быть в первую очередь на своих игроках, а не на южно-корейских. А как вообще было принято решение, что вы будете комментировать в бою? Это же первое, вы уже раньше не вернулись? Когда раз, хоть раз вы вместе были? Конечно. Ребят, вы не внимательны. На первом канале точно нет. На первом канале точно нет. Это будет дебют. И решение принято давно. Если честно, оно было принято еще полтора месяца назад. Может даже больше. С Георгием мы отработали не один матч. Причем на разных уровнях. Это был финал Кубка России. Это были матчи Лиги чемпионов. Это был матч даже товарищеских сборных в Англии и Испании. Это были матчи чемпионата России. Этих матчей было очень много. Просто они как-то размываются в том объеме матчей, которые есть на НТВ+. Кажется, что пара Черданцев и Денич сегодня работали отработали. Молодцы. А дальше может быть какая-то другая пара. Просто вот в этом калейдоскопе событий, которые есть на НТВ+, и с тем объемом матчей. Многие, может быть, не вспоминают, какие пары существуют. Есть, да. Орлов и Кулинин, когда комментировали по двое в тандеме. Орлов и Кулинин, Орлов Гуцай, Орлов Денич. Такие пары уже, которые могли там сложиться. А вот Евгений Черданцев, она не такая частая пара, да, попадается на матчи. Но она уже была. И Первый канал, когда принимал это решение, интересовался и у меня, и у Георгия. Как вы на это смотрите, если вы вместе будете работать на матчей сборной России? Два больших комментатора, две большие личности. Вам приходится друг друга в чем-то уступать в эфире? Чтобы не затмевать друг друга? Ну, понятное дело, что здесь структуру репортажа мы как-то постараемся изначально разложить с Георгием. Понять, на чем делать особый акцент, да, что в приоритете, что нет. Я думаю, я спокойно к этому отношусь. Да, я больше по натуре солист, мне удобнее и комфортнее работать одному. Но вот в таком исключительном варианте, как сегодня, или как, например, будет с Алжиром, я думаю, что правильнее будет, если доминирующим, да, ведущим комментатором будет Георгий, а я буду рядом и здесь нету главного и неглавного, да, есть комментатор и его партнер по репортажу. Но с определенными нюансами. Мне кажется, если Георгий все-таки станет таким локомотивом, драйвером, а я буду рядом, это будет и лучше слушаться телезрителям и не будет создавать хаос в эфире. Надо будет что-то менять, но, соответственно, манеру, да, по сравнению с НТО+, и первым каналом вы себя заставляете по-другому. Более строго надо быть в эфире. Манеру менять. На других матчах может быть, на матче сборной России, у меня небольшой опыт матчей сборной России, поэтому здесь как эту структуру поменяешь, да, и быть более строгим, если вся страна сидит и болеет. И более простым может быть быть, потому что не грузить терминами. Не надо грузить, не надо геометрией футбола, диагональным прессингом, отбором в третьей зоне. То есть зрителя, особенно непросвещенного, такой, как соберется на Первом канале на этот матч, а я думаю, что несмотря на то, что в 2 часа ночи трансляция большая часть страны все-таки не заснет и посмотрит эту игру впрямую, я думаю, что здесь просто надо дать побольше жара, побольше эмоций и опять-таки найти тот баланс в игре, чтобы зрителю не мешать, и в то же время быть вместе на одной балансе. А с Виктором быстро мы общались после того, как стало ясно, что будете комментировать вы или в последнее время, то есть перед отъездом в Бразилию? Я общался, насчет Георгия не знаю, я общался, когда мы неделю были в Рио, да, я не постеснялся подойти и спросить, вот как структурно придумать работу на таких матчах. То есть здесь очень трудно спрогнозировать. Сборная России, она команда на три результата, она непрогнозируема. И можно кричать, орать, истерить, гнать вперед сборную, там, подгонять ее и создавать такой искусственный эффект, да, что давайте, ребята, вся страна ждет, вся страна в нетерпении, что вы что-то нам такое фееричное покажете. А можно, наоборот, выбрать такой спокойный, рассудительный, хладнокровный характер матча, где-то, может быть, не распыляя себя, аккуратно, дозировано всю информацию зрителю предоставлять. Но при этом надо понимать, что если бы это был матч, там, условно, Россия-Армения в отборочном цикле или, там, Россия-Израиль в отборочном цикле, да, то это все-таки отбор. А здесь чемпионат мира, и многие этого ждут, а уже чемпионат мира разогнался, сборной Бразилии сыграет уже два матча к моменту первой игры, да, сборной России, и вот это ожидание, вот это нетерпение, оно, как бы, вот уже все, вылезает наружу. Хочется, хочется, да, сколько можно. Вы уже посмотрели такой шикарный футбол с такими классными матчами, с развязкой, с голами на последних минутах и с сверхрезультативностью. И вот ты ждешь, ждешь, когда же, когда же, когда же сборная России, наконец, сыграет, мы тоже связаем эти эмоции, не поваляем за других, а вот именно за наших. Но я очень рад, что, наконец, первые матчи 0-0 сыграли на этом четвертие и Иран, потому что я очень боялся, что вот при таком тренде, да, сверхрезультативности, не дай бог, вот такая немножечко закрепощенная и застегнутая сборная Фабио Капелло, у которой хорошая оборона, но не очень такая изящная, будем говорить, атака, потому что, к сожалению, не будет ровно-широкого. Все-таки сборная играет больше по результату, да, и мы видим по последним матчам, товарищеским, даже большого количества голов в матчах с участием сборной России не бывает. Мне очень тревожно было, что вот мы дойдем до матча России и Южной Кореи, и не дай бог, он закончится на 0-0. Не дай бог, это был бы провал, была бы катастрофа. Но вот, слава богу, нигерийцы с Ираном уже эту миссию выпустят. А как вы думаете, почему Фабио Капелло вчера на пресс-конференции до матча из Южной Кореи, до турнира сказал, что Россия прекрасно проведет этот чемпионат мира? Почему тебе Жаку говорит, что мы хотим выиграть чемпионат мира? С одной стороны, фантастика, с другой, убивает себе лузовскую психологию. Это уверенность они себе поднимаются? Почему так говорят? Ну, это такая бравада, это слова. Не стоит к этому слишком серьезно относиться. Ну, а что должен был сказать Фабио Капелло? Что мы абсолютно не готовы к этому чемпионату, и давайте сразу же соломку себе постели. А я напомню, кстати. Вот Хидин говорил перед 2008 годом, перед первым матчем, сказал, мы никого не боимся. И адвокат сказал перед 2012 годом, сказал, мы аутсайдеры, мы полный аутсайдеры. Это говорит, мы прием блестящий чемпионат мира. Ну, мне показалось, что он сказал иначе. Он сказал, что это будет прекрасный чемпионат для сборной России. Да. Вот, поэтому здесь интерпретация может быть немножечко другой. То, что сборная России хорошо подготовилась, наверное, Фабио Капелло и есть резон об этом говорить. Он видит эту команду каждый день, он знает систему подготовки, он знает, после тестирования, наверное, возможности этих игроков. Прекрасно понимает, в каких климатических условиях сборная будет играть. И от этого отталкивается такой прогноз, посыл, наверное, и журналистам, и просто болельщикам дает, что не волнуйтесь, этот чемпионат будет хорошим. Я не знаю ни одного тренера, который бы здесь сказал, что мы полностью провалимся, да, и поэтому давайте все спишем на жару, спишем на тяжелую логистику, спишем на условия, в которых живет сборная России. Говорят, что это чуть не самый затклый отель, в котором сборная когда-либо жила. Здесь, в Куябе, в Куябе. Внешне вроде нормально. Внешне может быть нормально, но сборная привыкла к роскоши. А здесь все-таки более эскетичный вариант. И можно кучу оправданий найти в неудачной игре, но зачем? Сейчас вселять неуверенность в головы своих футболистов и народа, которые за огромной стороны будут переживать за эту команду. Знаете, такой ажиотаж. Я прочитал, что 80% населения России будут смотреть матчи чемпионата мира, даже несмотря на позднее время. 80%. Если в Бразилии это 99%, то представьте, какой ажиотаж для нашей страны не совсем футбольный. Тоже вызывает этот чемпионат мира. Во время матча будет уже по Европе и по России день рождения КП. Вы собираетесь его в эфире поздравить? И что вы скажете ему сейчас? Что вы пожелаете ему в день рождения? Лично вы? Я пожелаю ему, процитировав Константина Зырянова. После матча с Израилем. После матча с Англией. После матча с Англией. Ну что может пожелать Фабио Капелло? 68, да, ему стукнет. 68 самый нормальный тренерский возраст. Луис Арканес со сборной Испании в 2008 выбрал. Как раз когда ему было семьдесят. То есть, ну... Капелло многого добился на клубном уровне, но не очень серьезные у него результаты на уровне сборной. Пока он работал со сборной Англии. Но если Фабио, не мытьем так катанем, все-таки сборной России выведет в полсу. Из группы. Из группы. Из группы, да. В плей-офф. Как это было со сборной Англии. То я думаю, что он свою миссию на данном чемпионате выполнил. Хотелось бы ему пожелать результата. Хорошего результата, да. И чтобы ребята не подвели. У нас действительно может быть не самое яркое по именам по составу сборной. Но вот Капелло внушает доверие, внушает оптимизм. Что все должно быть нормально. Поздравим мы его или нет, это уже зависит от результата. Будем терпеть. Ну да, он все рассказал, что... Вот Забову можно поздравить в день игры. Иди и арбитра. Нестер. А, ну да, он же тоже в этот день. У меня в принципе... Все, да? Спасибо вам, кстати. Спасибо. Все? Да.